В Кыргызстане с Чулпумбек Садыков 8 января возвращался на родину. У работавшего в Алматы сборщиком мебели мужчины стекал срок регистрации. На блокпосту на выезде из города его задержали силовики. Стою, стою, стою. Он опять так же стоит, просто держит документы. Я думал, он хоть посмотрит там что-то. Нет, он просто стоит и держит документы. Машину у нас посадили. Я говорю, давайте документы проверим. И меня ударили сразу, вдыхло. Чулпумбека доставили в отделение полиции. Там избили. Не предъявили каких-либо обвинений. Продержали сутки. Затем увезли в другое здание. В подваль жестоко били и пытали. Нас, короче, всех посадили опять так же на колени. Руки так же связаны. Так же это всё. И вот здесь уже пошло сильно битьё. Да, ногу тогда сломали. Нюровода не сломали. Закрывался, защищал уже тело. Я уже спину, всё уже побито уже было. Я потом повернулся специально уже от силы уже весь. И ноги вот так поднял, колени согнул вот так. И руки вот так тоже согнул. И он когда начал вот так бить, бить у меня нога так. Харч! И у меня повисло, и я вот так, ха, нога сломалась. По словам Челпунбека, после переломов ему вызвали скорую. Забрали в больницу. Его родственники искали больше 10 дней. 20 января нашли в больнице, затем организовали выезд в Бишкек. Кыргызские врачи готовят Челпунбека к операции. 21 января МИД Кыргызстана вручил послу Казахстана ноту протеста в связи с делом Садыкова. Бишкек потребовал провести независимое расследование, привлечь виновных к ответу и выплатить пострадавшему компенсацию. Казахстанская сторона не ответила на ноту протеста. Власти страны не выступали с каким-либо заявлением после сообщений о задержаниях и пытках кыргызстанцев. Во время январских событий в Казахстане погибли два гражданина Кыргызстана. Десять человек подверглись задержаниям. Все они сейчас на свободе, в том числе музыкант Викрам Лизахунов, который заявил после возвращения на родину, что его жестоко избили сотрудники казахстанской полиции.